Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня у нас видео об уходе на февраль 2024 года. Сегодня уже 6 число, немножко я опоздала. Муж у меня в отпуске, был день рождения, гости, в общем, забегалось. Некогда было снимать, сегодня наверстываю. И давайте начнем со средств из ванной. Большие баночки вперед. Первая это пена для ванн от Эйван, клубничные мечты. Здесь вот так уже. Я примерно за один раз трачу вот один колпачок, что примерно вот один такой, одну такую вот отметочку прохожу за один раз. Особо не хочу тратить сильно много. Мне достаточно для образования пены вот такого небольшого количества. Пена от Эйван очень хорошая, пенистая. Вот. И тратить их по полбанки как-то, ну, нерационально, я бы сказала. И так хорошо работают. Так что эта пена мне еще надолго, больше, чем на полгода, наверное. Будете каждое видео ее наблюдать. Давайте следующее средство. Это будут для волос. Сейчас заканчивается вот этот шампунь. Здесь уже вот так было на начало февраля. Сейчас еще чуть поменьше. Планирую за февраль истратить. От Палмалиф. Это была лимитка такая. Фикс прайс, по-моему, продавалась. Жалко, что таких еще нет. Шампунь хороший. С ним вместе работает вот такой кондиционер от Эйван. Это серия Адванс Техникс. Бальзам-ополаскиватель с драгоценными маслами. 400 миллилитров. Тут уже почти все. Даже раньше закончится, чем шампунь. И мы с вами в эбирашках выбрали замену. Тоже из этой же серии. Тоже драгоценные масла. Это только уже сыворотка для блеска волос. Ну, мне кажется, они должны быть где-то похожи. Так. И вторая парочка для чередования у меня от Фаберлик. Первый это шампунь. Вот такой. Клюква и Княженика. Зимний уход. Вот такой расход был. Отметку сделала на начало месяца. Ну, в пустых баночках. Потом расскажу. И к нему из этой же серии бальзам. Так. Давайте. Фокус. Клюква и Княженика. Тоже бальзам. Зимняя защита. Он мне нравится гораздо больше. Сразу скажу. Он густой, белый. Шампунь такой прозрачный, гелевый. Вот этот бальзам прям хороший. Здесь все наоборот. Раньше какая-то была... В прошлом месяце у меня шампунь нравился. От Гарниер больше, чем бальзам. Здесь вот бальзам больше, чем шампунь. Дальше покажу. Сухой шампунь заканчивается. От Сиос. Здесь вот прям чуть-чуть. Ну, я даже не знаю, сколько. Но неизвестно, когда он закончится. Потому что зимой, как бы, я мало пользуюсь сухим шампунем. Ну, вот, если куда-то надо срочно выйти, а мне некогда помыть голову. Поэтому, если такое будет событие какое-то, куда-то мне надо будет побежать с утра, я воспользуюсь. Если нет, он перейдет дальше. Ну, так как там совсем на донышке, мы с вами выбрали второй сухой шампунь. Это Батист. Так. Как показать? Вот Беа. Совсем еще целенький. Тоже ждет своей очереди. Мне кажется, сегодня опять фокус у меня гуляет. Хотя я полностью зарядила телефон. Не знаю, что такое творится. Вообще, у меня телефон обнаружилась какая-то трещина даже на стекле. Но это с другой стороны нигде камера. Даже неожиданно, когда я его уронила. Вот. Как-то приходится задумываться, как я дальше буду. Надо, наверное, уже скоро новый покупать. Но это так, отвлеклись. Ладно. Маска для волос у меня от Натур Сибирики. Натур Камчатка с облепихой. Шелковое золото. Давайте вам открою, покажу. Немножко потратила. Вот такая она, бледно-рыжая. Рыжемолочный такой цвет. Но не в восторге. Как и от всех продуктов Натур Сибирики, что-то я не сильно в восторге. Так, давайте дальше покажу пену для ванн. Наверное, планирую. Вернее, это соль для ванн. Пену-то у меня есть. Вот планирую использовать вот такую. Эту, по-моему, из Ярча. Очень мне понравился. Такой пакетик клубничный с лаймовым вкусом. Хорошая такая соль. Она образует и пену, и все. Это одноразовый такой пакетик. Лаборатория Катрин делает. Очень классные. Есть такие разные. Мне вот это понравилось. И воду ароматизирует, и цвет придает. Вообще шикарно. Кайфуешь. Также возьму вот такую соль для ванны с Фикс Прайс. Уже это вторая упаковка из этой серии. Так, ну что ж такое-то. Ну что-то отвлекается. Вот имбирный пряник. Не знаю, на сколько раз хватит, но первой баночки с клубникой мне хватило ровно на два раза. Вот такая вот упаковка. Здесь 500 грамм. Дальше. Давайте покажу еще средства для волос. У меня расходуются. Я так прыгаю, извините. Что-то у меня тут по размеру вот стоят. Я вот эти не увидела. Средства от Vitex. Спрей-сыворотка несмываемая. Для восхитительной красоты волос. Я думала, что это будет такое густое средство кремовое. Но нет, оно прекрасно распыляется. Конечно, не жидкий спрей, но оно такое довольно-таки жидкое. Без проблем. Пульверизатор работает. Достаточно даже приятно оказалось пользоваться. Думала, что он будет как бы грязнить волосы. Но нет, хороший продукт. В общем-то, пользуюсь с удовольствием. И вот хочу как раз зимой потратить, пока лета нет. Как бы такой более зимний вариант для меня. Еще у меня есть от Крымского травника. Это все мы выбирали не так давно. Это тоже восстановление защиты. Другой спрей. Вот этот вообще шикарный. Мне понравился. Наверное, десятка уже у меня была продуктов. И от Крымского травника всегда их хвалю. Этот тоже спрей очень понравился. Как одушка, так вообще весь спрей такой прекрасный. Мне кажется, я становлюсь любителем производителя Крымского травника. Да. Прямо вот ни одного продукта у меня не было, который бы мне не понравился. Я вот прям впечатлена, какие у них продукты. Это не реклама. Это вот просто отзыв о производителе. Спасибо. Мне все продукты очень понравились. Следующий продукт от Эйван. Тоже хороший. Это сыворотка для волос. Тоже с маслами. Расход маленький, потому что я в прошлом месяце использовала активно спреи. И эту сыворотку пока немножко отодвинула. Ну, в общем, тоже отличный продукт. Хороший зимний вариант для меня. В общем, летом я мало пользуюсь такими. А вот зимой хорошо. Так, дальше. Давайте покажу скрабы. Тоже тут скопилось достаточное количество. Я любитель скрабов. Вот этот скраб. С ним попрощаюсь уже в этом месяце. Положила в корзиночку. Тоже на Валберес такие продают. Несколько штук разных. Очень мне понравилось. Прямо шикарно. И в Крыму стоит очень дорого. Но на Валберес можно найти со скидкой более выгодной, чем в Крыму. Давайте покажу, как он выглядит. Я пересыпала в баночку. Вот такой вот фиолетовый, сиреневый с частичками лаванды. Очень приятно пользоваться. Имеет такой немножко масляный финиш. Все, как я люблю, обожаю. Но с этим скрабом нужно немного посидеть. Не сразу смывать. После того, как нанесли, поскрабировали тело, надо еще для хорошего эффекта как-то с ним немножко вот побыть, чтобы кожа потом была мягкая. Вообще очень-очень ухоженная. Выходишь прям даже кремом не надо пользоваться, ни лосьоном. Ощущается такой слабый аромат, приятный очень. В общем, хочу еще таких скрабов тоже купить. Ну, можно клубничный там есть, кофейный с апельсином. И еще какой-то четвертый, ореховый что ли. Ну, точно уже не могу сказать. Обязательно надо будет закупиться. Ну, слишком пока запасов хватает. Вот буду смотреть по ценам. Если будет хорошая акция, обязательно возьму. Следующий хочу закончить в этом месяце тоже скраб от этого же производителя, доктор Оил. Это Ялта выпускает. Сахарный скраб для тела с натуральным соком яблока. Тоже такой симпатичный, вкусненький. Ну, не знаю. Наверное, тоже опять не успею. Я не троплюсь. Скрабы появились в продаже тоже на Валберес. Разные. Или на Озоне. Раньше вот как-то их не было. Но сейчас вот можно взять. Ну, тоже там надо цену ловить. Потому что дороговато так, если без акций брать. Поэтому надо вылавливать акции. Следующий скраб у меня банька Агафьи. Можжевеловый. Надо тоже его дотратить. Тут тоже не так много. Но вот что-то я как-то его не очень люблю. Потому что без масляного финиша. Разлюбила такие скрабы. Хотя здесь частички можжевельника. Очень приятно пахнет. Такой хвойный аромат. Раньше прям вот был любимчиком. Пока я крымские крабы не узнала. Любила вот Агафьи. Так. Опять у меня тут фокус не хочет. Что ж сегодня такое-то. Вот. Для тонуса. Опять у меня резкость пропадает. Простите. Не знаю, что с телефоном. Следующий мы выбрали скраб. Это вот такой от Парли. Рассыпчатый. Сахарно-солевой скраб для тела. С маслом шиминдаля. Витаминами Е. Экстрактами манго. Папайя маракуйя. Экзотический микс. Я его размельчила. Буду перед использованием. Мне бы советовали добавлять не сразу маслицы. А когда вот начну использовать. В баночке отдельно. Одноразовое такое количество буду брать и смешивать. А то боюсь, что растворится в каком-нибудь масле. Или в гель буду добавлять для душа. Либо что еще можно. Ну, в общем, посмотрим. Какое маслице я буду добавлять. Придумаю. И еще один скраб. Мы с вами взяли вот такой. Тоже это от Агафьи. И скраб вареница облепиховая. Давайте откроем. Тоже посмотрю. Еще я не пользовалась. Но мы выбрали на февраль. И хочу немножко потратить предыдущие. Чтобы у меня закончились. И как-то поуменьшить количество. Давайте кусковое мыло покажу. Остался у меня кусочек. Я мужу покупала. Ну, и выбрала на январь. Но так как он взял свой кусочек, который он купил. Это осталось без дела. Переходит на февраль. Следующий. Из фикс прайса. Акватель. Такой крем мыла. Тоже. Уже потом. И последнее. От Факс. Малайзия делает. Вот такой розовый пион. Большой кусок. Ярко-розового цвета. Такой будет у нас. Вот такой в мыльнице. Прям сильно яркий. Так. Давайте посмотрим средства для умывания. Обожаю гель для умывания. Вот этот. От производителя. Царство ароматов. С экстрактом зверобоя. Просто вообще шикарнейший гель. Жалко, что в линейке представлен только один. Вот за 5 месяцев. Я такую баночку истратила. Ну, практически вот сейчас заканчивается. Тоже буду выбирать. Выбираешь-ка с вами новый. Так. Жидкое мыло. У меня тоже закончится в этом месяце. Смотрите. Надо отметку. А, отметку я уже сделала. Это было начало февраля. Что-то как-то вот пошло. За 6 дней у меня очень сильный был расход большой. Но я думаю, за февраль тоже, наверное, закончится. Ну, может там чуть-чуть останется. Выберем новенькое. Так. И у мужа мыло. Тоже жидкое есть. Он детским пользуется. От Милана. Какая-то картинка. Даже не фокусируется. Вот. Детское крем-мыло. Это из пятерочки. У него расход маленький. Вот так вот потихонечку. Он добавляет на мочалку. Сказал. Вот. Мылом пользуется, кусковым. И вот таким тоже. Это не для мытья рук, а для принятия водных процедур у него. Так. Извините. Гелия для душа показываю. Закончится скоро от Reflame. С магнолией и кунжутным маслом. Или с семечками кунжут. Не знаю, что тут. По-моему, да. Кунжутное масло и магнолия. Да. Очень вкусный, хороший гель. По-моему, тут на один раз, да. Мне кажется, на два тут не хватит. И следующий у меня будет гель для душа от Avon Senses. Коктейльная коллекция. Карибская колада с ароматом кокоса и папайи. Наверное, выберем, возможно, еще один. Тоже в обирашках. Посмотрю. Если мне захочется его чередовать, наверное, нужно какой-то еще придумать для смены. Но мне иногда не хочется. Какой-то гель. Вот этот вот от Reflay мне понравился. Я поэтому его не чередовала. Прямо ждала с ним встречи каждый раз. И никаких я других не использовала. Прямо вот с удовольствием пользовалась. Давайте дальше посмотрим для бритья гели. У мужа гель для бритья от Kealax. Ультра скольжение. Это из Улыбки Радуги. Дальше вот такую он купил. А тоже гель для бритья. Потекло даже. Дионика для мужчин. Это с охлаждающим эффектом. И последняя пена у него от Faberlic. То, что тут уже чуть-чуть совсем. Lancelot серия. Он любит, когда у него разные стоят. Я не знаю почему. Но вот у него немножко сейчас буду брать. Пока мы с вами не выберем другой. Для меня. У меня закончился. Неожиданно. В выбирашках не успела показать. Так, давайте дальше. Скраб для ног покажу. Всеми любимый. В нашей семье это Beelenda. Голубой скраб для стоп. Вот такой он. Но тут немножко подсох. Он нежно-голубого цвета. Шикарнейший. Представляете, он пропал из продаж. Хотел у меня муж еще купить. Сказал, купи мне несколько штук. Зашла на Валберес. Его уже там нет. Ни на Озоне, ни на Валберес. Как-то все пропало. Все, теперь печалька. Так, а у меня еще действует вот такой скраб для ног. Это Foodworks серия от Avon с маслом и липой. Тоже мне очень нравится аромат. Но тот, конечно, работает лучше. Этот просто вкусно пахнет. Ножки такие мягенькие. И приятный аромат орешка. Ну, даже не знаю какого. Ну, вот я и липой не знаю, как это выглядит орех. Но аромат чудесный. И по скрабам последний у меня. Это турецкий скраб Агива. Это с клубникой. Очень вкусненький. Вот сделала заметочку на февраль. Вот так вот осталось. Тоже вкусняшка. Люблю его. Он прям очень нежный, очень вкусный. С удовольствием пользуюсь. Давайте средства для полости рта. Ну, зубные пасты. Начнем. У мужа заканчивается. Тут уже совсем чуть-чуть от Колгейт. Total 12. Ну, вижу, что он прикупил еще одну, как обычно. Это его прям любовь. И не изменяет он этому продукту. Дальше он остает от Сплат. Ликвом гель. Вот по-русски тут. Голубой такой, красивая паста. Такого вот яркого. Ну, такого хорошего цвета гелевого. В общем-то, все мне нравится. Тоже вкусненькая пасточка. Давайте немножко вот так уплотнимся. Следующая паста у нас от Колгейт с маслом лимона. Тоже хорошая оказалась. Салат вот такого цвета. Приятная. Вкусненькая. Не дерущая. Мне понравилась. Следующая паста пока не в ходу. Аквафреш. Но до нее тоже дойдут руки. С ароматом арбуза, огурца и мяты. Сенсес. Трехцветная такая. Ну, я и попользовалась. Поняла, что нормальная. Но пока вот у меня любимица. Знаете, какая? Вот это. Это такая прелесть. В общем, стала фаворитом. У меня давно таких хороших у меня не было. Это с отбеливающими пластинами. Макс Блеск. Хочу купить таких в больших форматах. В общем, люблю эту пасточку. Самая такая лучшая сейчас для меня. Это вот она. Очень нравится, как она освежает. И не дерет. Не раздражает полость рта. Еще у нас есть ополаскиватель для десен. Биомет с травами. Здесь вообще расхода практически не было. Поэтому, ну, пока вот я новый не брала. Ну, не знаю, почему мы в этом месяце, в предыдущем не пользовались. Как-то чистили зубы. Все усердно не стали пользоваться ополаскивателем. Все, средства для ванны закончились. Давайте перейдем в комнату. И начну я, пожалуй, с дезодорантов. Этот раз у меня новенький. От Фа. Фрэш энд фри. С ароматом лайма и кокоса. Еще не пользовалась. Вот только начну. У мужа из Фикс Прайс. Гальвани. Азура. Ну, так потихонечку расходует. Все хорошо. Так, давайте камеру немножко поближе сделаю. Так, и дальше давайте к лицу перейдем. Мицеллярная вода от Иван. Нутроэффект. Серия для нормальной сухой кожи с маслом ши. Вот так. Ну, пользуюсь, конечно. Но я крашусь редко. Кстати, меня попросили снять видео о декоративной косметике. Я постараюсь в ближайшее время снять такое видео. Потому что там, в принципе, оно будет не длинное. Вот. Я не сильно много крашусь. Но, конечно, у меня есть декоративная косметика. Как же без нее? У всех она должна быть. Следующий тоник розовый заканчивается от комбината Крымская роза. Здесь вот уже совсем немножко на февраль, на начало было. Вот так я зарубочку сделала. Совсем немножко осталось. Но до выбирашек дотяну. Так что с вами будем еще тоник выбирать. Ну, если он закончится раньше, у меня есть гидролат. Это тоже. Это мануфактура Дом природы. Гидролат розы. Тоже мне очень нравится. Хороший. И есть еще один гидролат из Фикс Прайс от Парли Косметикс с гидролатом розмарина. Обожаю тоже. Ну, это такая, мне кажется, он неконцентрированный гидролат. Там больше воды, чем гидролата. Так, дальше что у нас будет для лица. Больше вроде ничего такого нет, кроме кремов. Давайте перейдем к кремам для лица. Так, у меня в этом месяце шикарная парочка. Обожаю. Это из Фикс Прайс. Корейские кремы от Мерине. Коробочки я убрала. Ну, вы, наверное, видели в эбирашках. Сейчас я использую вот эту с пептидами. Ну, тут даже сыворотка написана. На самом деле это просто крем. И потом, когда вот это закончится, возьму голубой. Я решила не смешивать, ну, как бы не чередовать их, а вот по очереди. Очень нравится красный, потому что я его взяла вперед, потому что аромат у него намного приятнее, чем вот у голубого. У голубого такой более нежный, спокойный аромат. Дальше вот такой крем для лица зима. Фаберлик. Ну, не очень нравится, честно скажу. Поставила в коридор, чтобы муж пользовался. Пока вот у меня идти не кончится. Ну, я этим редко пользуюсь. Наверное, когда только будет мороз, возможно, возьму его. Так. Еще, что у меня. Вот этот крем для лица, сливки, вернее, для лица кожи вокруг глаз, я использую на декольте. Здесь уже совсем немножко. Они, конечно же, закончатся в этом месяце. И я возьму на замену этот крем от Isfix Price. Это Queenstack производитель. Омега-369 дневной. Очень приятный аромат. На лицо не буду, потому что уже срок вышел в декабре. Поэтому надо... Ну, буду на декольте тратить. Так. Далее. Крем для зоны вокруг глаз у меня от Фаберлик. Океанум. Так, наверное, надо. Океанум не нравится мне этот крем совсем. Какое-то баловство. В общем, бестолковый, ничего не делает. И очень жидкий. Расстроена. На самом деле, прям вот зимой совсем не вариант. Ну, уж тогда открыла. Придется дотрачивать. Ничего страшного. Как говорится, хуже не делает. Но и так не особо ничего не делает. Вообще на моем лице. Совсем. Просто какой-то детский. Так, давайте дальше. Кремы для рук буду показывать. В этом месяце у меня два новых. Больше старых нет никаких. Первый еще не начинала. Эйвенкеа. Сияние с розовой водой, маслом ши. Ну, у меня такой же был. Очень вкусный, густой, приятный зимний вариант. Хорошо идет. Ну, пойдет, вернее. Следующий немножко пожиже. Любовное письмо или письмо любви от Арифлейма. Лимитка ко дню Святого Валентина, по-моему, в прошлом году. Или в каком-то, я уж не помню, в каком году оно входило. Вот такой тоже вкусненько пахнет. Так, для лица и рук у меня вот такой корейский крем. Но я на лицо не использую. Беру его. Так, давайте-ка опять. Что-то началось. Когда хочешь что-то показать покрупнее, не получается. Вот. Family Cosmetics. Это отбеливающий крем для рук. Так, я пользуюсь для осветления пигментных пятен. Вот на руке. Вот так вот осталось на февраль. Ну, не знаю. По-моему, их уже ничем не вывести. Ну, немножко хотя бы осветлить. А то они очень раздражают. Так, дальше у мужа крем для рук. Он меня отжал. Я с удовольствием ему отдала. Медовое экстрапитание. Крем для рук с медом и маслом шиповника. Вообще не понравился. Это мануфактура Дом природы. Крымские кремы для рук. Очень редко мне нравятся. Наверное, ну, конечно, не зарекаюсь, но завязывать надо. Не буду покупать. Этот очень сильную отдушку имеет. Как бы не то, что он жидкий там какой-то. Мужу очень понравился, кстати. Но я не могу. Он меня придушивает. Этот аромат меда настолько навязчивый. В общем, не могу даже на руки. Ни на ноги, никуда. А муж с удовольствием меня сказал. Ему очень нравится. Вот сколько людей, столько мнений. Также муж у меня использует защитный крем для рук. Это когда он работает. Ну, когда у него смена, он вот таким пользуется. Для защиты рук. Для ног у меня Foodworks Avon с ароматом апельсина и корицы. Увлажняющий крем для ног. Очень понравился. Думала, мне надоест как-то этот аромат корицы. Но нет. Хороший. Крем такой густой, приятный. Хорошо работает. В общем, нормально. Думала, раньше надоест. Но нет. Совсем не надоедает. Так, дальше у меня есть для тела. Вот такой крем Мусс от Царства ароматов. Косметический крем для всей семьи универсальный. С экстрактами амаранта, масломанго, сок вишни. Вот этот сок вишни здесь лидирует. Очень яркий. Так, давайте покажу. Так, качается камера. Вот так я истратила уже на начало февраля. Очень хорошо идет. Приятная консистенция. Но это для тех, кто любит аромат вишни. Я поняла, что это, ну, как бы не сильно мой аромат. Мне как-то, ну, не любимец. Но пользоваться приятно, потому что консистенция хорошая. Ну, вот одушка такая, ну, на любителя, я бы сказала. Неплохая. Но я вот не особо вишни люблю. Так, дальше еще у меня есть для лица база. От Джом Таам китайская. Вот такая трехцветная. Очень мне понравилось. Тратится совсем потихонечку. Но это я только, ну, когда какие-то мероприятия на работу, естественно, нет. Дома тоже нет. Если вот у нас какие-то гости, либо какие-то, да, вот на выход. Так. Давайте теперь буду показывать для губ. Вот, посмотрите, я из остатков сделала себе новый бальзам. Это у меня были остаточки, ну, в общем, выкручиваться. У меня уже руки какие-то масляные. Вот такой вот получился желтенький, приятный. Буду этим остаточком пользоваться. Он вот полный, мне на февраль достаточно. Ну, и тут еще остатки есть других. У меня вот сейчас от Фаберлик тоже сейчас закончится. Прям совсем тут вот. Прям совсем ничего нет. Пимпочка такая осталась. Прям вот тут, я не знаю, ну, на три дня, наверное. Быстро закончится. И еще есть зима Фаберлик. Я тоже коридор поставила. Ну, муж тоже просил, так мы там. Ну, это будет следующий. После вот желтенького я буду пользоваться. Ну, или там, может, мужа оставлю. Еще у меня есть маска для губ, которую я каждый раз показываю. Так что-то она у меня не очень пошла. Так, и два вот таких с носиками. От Эвелин Косметикс. Маска с бананом. И так, это медовый пчелиное маточное молочко от Эйвон. Ну, и вот такие вот у меня средства. Вот эти у меня очень медленно. Это маски для губ. В общем, помедленнее тратится. Давайте перейдем еще к следующим средствам. Есть у меня патчи. Тут осталось две пары. В эбирашках новые выберем. Это гидрогелевые патчи от Флоресан. Увлажняющие против морщин. Здесь вот не заявлено отбеливание, как в предыдущих. Ну, от темных кругов и отеков. У меня нет ни того, ни другого. Ну, посмотрим. Отзывы будут позже. Так, давайте маски для лица покажу. Осталась вот немножко моя любимая крымская маска от Царства ароматов с клубникой. Это маска Скраб. Там есть скрабинки. Очень классные. Надо истратить, потому что в феврале у нее заканчивается срок годности. Но я постараюсь. Прям вот это она у меня любимая. Обязательно буду ей пользоваться. Так, Эйвен Эйнью Ультимейт. Это золотая маска-пленка. Я ей пользуюсь, наверное, один раз в месяц. Каждый месяц чищу лицо. Она такая, да, очищающая. У меня поры не забиваются зимой. Поэтому вот летом еще, видите, как быстро уходила. Зимой прям по одному, по два раза в месяц не чаще. Ну, маска хорошо чистит, поэтому я ее оставила. Так вот, в принципе, у меня кожа нежирная. Опоры не забиваются совсем, если только пыль летом какая-то может попасть. Так, Биоаква. Маска с розовыми лепестками. Тоже что-то у меня задержалось. Буду вот на них налегать. У меня они тратятся медленно, потому что я больше пользуюсь масками в сошетках. Тоже хочу ее быстро дотратить. Поэтому такие в тубах позже. Развелось у меня что-то много этих сошеток. А вот еще любимая крем-маска. Не брала ее в январе от Крымских сказок. Моделирующая, глубокое очищение, обновление. Сейчас пока тоже не буду. Хотя она у меня очень, очень любимая масочка. Мне нужно вот эту первую тратить. У этой еще срок годности большой. Поэтому налегаем на клубнику. И вот еще у меня есть две маски. От Агафьи. Голубая очищающая маска для лица на васильковой воде. Это я в ванной пользуюсь. Когда в ванну принимаю, минут на 15 наношу. Потому что глиняная. Чтобы не сушила кожу, я ее принимаю во время водных процедур. И вообще решила вот эти все масочки от Агафьи именно в ванной. Здесь витаминная, фитоактивная маска для лица. Тут много ягод таежных. Но она такая же. В принципе, вот клубничная мне нравится больше. Это и по цвету похоже как-то. Поэтому пока не закончится тоже клубничная. Либо вот эта глиняная предыдущая. В общем, вот эта пока ждет. Так, сошетки быстренько. У меня вот эта кучка лежит. Дары Крыма. Вот это у меня на февраль. Надо пользоваться. Здесь и персиковая, и алоэ, и магнолия, и ромашковая с мятой. Вот такие. Буду ими тоже быстренько пользоваться. Из тканевых у меня вот эта серия с Фикс Прайс. Подробно не буду про них рассказывать. Вот такая серия детокс. У нас эти фруктовые две киви и ананасы. Это со свеклой и морковкой. Вот. Тоже постараюсь. Но тканевые у меня как-то плохо идут. Вот. Стараюсь больше вот эти в тубах и в сошетках. Еще у меня есть маска для зоны вокруг глаз. Вот такая от Fanny Organics. Не помню, где покупала. Вот такая уже. Так. И осталось у меня немножко средств потерпеть. Уже скоро все. Для ногтей. В этом месяце планирую брать покрытие гелевое. Хочу отдохнуть до лета. Поэтому маникюр хочу снять. И буду пользоваться вот таким экстрактом монарды. И увлажняющим маслом для ногтей клубничной смузи. Вот такие будут средства. Хочу ногти полечить. Но надо делать перерывы. Как не сейчас. Так. Дальше. Спрей. Avon Senses. Это каникулы мечты. Ну, я не знаю. Как-то домашняя поливалочка. То брызгаюсь, то не брызгаюсь. В основном нет. Так. Дальше парфюмы покажу быстренько. Какие у меня сейчас в ходу. Это Eve Truth. Ну, так идет. Хорошо в коридоре стоит. Но я как-то не сильно много поливаюсь. Вот этот. Вернее, как? Поливаюсь. Но не этими. Эти мне понравились. Почему-то раньше мне они никак не нравились. А сейчас я прям с удовольствием. Также я подумала потратить Miami Party. Это тоже Avon. Мне раньше совсем не нравились вот этот аромат. Но сейчас как-то тоже можно пока тратить. Пока не вызывает никаких отрицательных эмоций. Думаю, раз они пока у меня пошли, буду ими пользоваться. А то опять как разонравятся. Опять поставлю в дальний угол. И будут опять стоять. Так. Водички, которые у меня тоже хорошо идут. Это Aviatrace от Faberlic. Так, не видно, как обычно. Так, ладно. Может, вот так получится. Сейчас отъеду. Вот. Aviatrace от Faberlic. Очень хороший у меня морской весенний аромат. Еще хочу вам показать мое открытие. Я смотрела канал Танечки. Таня, привет тебе, если смотришь. Таня, Ан канал называется. И увидела в нее в покупках вот такой аромат. Это производитель Кайф. Называется Кайф Геол. Аромат. Он как бы заявляется как аромат баунти. Ну, вообще никак не показать. Сейчас попробую. Вот Кайф Геол написано. Да что ж такое-то. Вот Кайф Геол. Кайф Парфюм. 17 мл здесь. Я по ее отзыву купила. Девочки, и не могу оторваться. Оказалось, что это аромат моей юности. Я помню, у меня был, но не именно этот, а вот такой же, такой же отдушкой ароматик. Не стоит. Так мне нравится. Хотя я не люблю абсолютно сладкие ароматы. Просто вот не выношу, когда пахнет ванилькой какой-то. Этот, но не ванилью, но кокосовый, приятный. Ну, не сказать, что баунти, но он такой волшебно вкусный. И такие у меня воспоминания о нем хорошие. У меня был, конечно, раньше другой. Но вот это один в один. Не знаю, прям очень похож. Я прям, у меня такая ностальгия. Я просто им поливаюсь. Заказала на Вайлберрис большой флакон. Он и есть там еще в 50 миллилитрах. А вот эта ручка пропала. Я ее положила в корзиночку. Возможно, тоже куплю еще. Может быть, даже на подарки подружкам. Так, ладно. Не утомила вас. У мужа Individual Blue от Avon. Это уже половина. Три месяца пользовался. Я думаю, еще на три хватит. Покажу дальше, какие я витаминки принимаю. Это боярышник премиум. Опять вернулась. Это я в Крыму покупала. Но я посмотрела на аптеку. Ру тоже таких полно. Для сердца. Здесь не только экстракт боярышника. Калия, аспаргинат, магния, аспаргинат и фолиевая кислота. Очень много таких похожих других производителей. Поэтому не обязательно ехать в Крым, чтобы купить такую упаковку. У меня еще две есть. Мне очень понравилось. Как бы врач мне советовала такие принимать для сердца. Так как фокус бы навести бы. Что ж такое-то сегодня творится. Нет, ну никак. Ладно. В общем, пью вот их. Открыла упаковку. Это омега-3. Давайте покажу. Лизе. Вот такие. Омега-3 буду принимать. И еще вот такое нашла у себя. Масло черного тмина. Тоже в капсулах. Похоже на омегу. Вот такие там горошинки тоже прозрачные. Но они немножко цвета другого. Эти светлые, а эти такие коричнево-красные. Вот на этом все. Весь мой уход. Не знаю, почему показываю витамины, но видела, девочки тоже так делают. В общем-то, мне самой тоже интересно. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, кто досидел со мной до конца, досмотрел это видео. Всем особо спасибо, кто досмотрел. Это самые стойкие мои зрители. Самые, наверное, верные. Ну, ненадолго прощаюсь. Всем пока-пока. Берегите себя, не болейте. И пользуйтесь всеми средствами с удовольствием. Вот такой у меня был уход на февраль. Пока-пока.